Если вы делаете хилипояш, то, скорее всего, вы сейчас прям огребете. Особенность в языке в каждой из этих стран. В первом выпуске из этой новой серии мы, конечно же, с вами поговорим про испанский из Испании. Основной такой папа всего испанского языка. Espanol de España, Castellano y vamos a empezar. Давайте начнем. Итак, как я вам уже сказала, язык, на котором говорят в Испании, это испанский, да, по-русски мы говорим, но именно произношение называется Castellano, Castellano. Потому что espanol просто говорит, что espanol, так говорят про людей, которые живут в Ладинской Америке. Знаю, что многие из вас смотрели и любят сериал Elita и La Cacha de Papel. Вот это прямо настоящий Castellano, испанский из Испании, произношение, слова, выражения. Все это есть в этих двух сериалах. Elita, даже сериал Elita и La Cacha de Papel с Castellano переводят на испанский для Латинской Америки. Представляете, это один и тот же язык, казалось бы, испанский, но из-за того, что испанцы используют много фразеологизмов, много своих специальных слов для... ну, у них есть свои прилагательные, о которых мы сегодня поговорим в этом видео, и свои специфические словечки, и латиноамериканцы эти слова просто не понимают, хотя это все испанский язык. Давайте же с вами рассмотрим более подробно, что отличает испанель de Latinoamérica от Castellano. Одна из самых больших разниц – это скорость общения. Испанцы говорят очень быстро, понимая испанский из Испании, вы понимаете вообще все любые-любые оттенки испанского языка. Самый умный передача была по СТС, где Тина Канделаки вела, и она супер быстро читала вопросы. Вот примерно так же на повседневной основе всегда разговаривают испанцы с такой же скоростью. Это первое такое большущее отличие – это скорость произношения. Второе огромное отличие, которое раздражает многих латиноамериканцев в испанском из Испании – это произношение буковки эши. Как она произносится? В испанском они говорят десир, десир, да, то есть это прям межзубный сэ, прям он сильно межзубный, прям кладем язык между зубами и говорим букву сэ. В Америке все говорят десир. Самый, наверное, стекающий человек, самый стекающий исполнитель – это Энрике Иглесиас. Можете послушать его песню «Dual el corazón», да, слово «corazon» тоже, опять же, если у вас стета, да, ее также произносят межзубно. А мне наоборот вот это сэ очень нравится, я его себе тоже натренировывала. Натренировать его на самом деле не так уж и сложно, вы просто ходите и повторяете слова, где вот это сэ есть, да, то есть если дальше идет Э или И после буковки С, и также есть сэта, после них мы как бы делаем этот шипящий звук С. Особенность номер три – это местоимение, личное местоимение «vosotros», «vosotros» – «вы». Казалось бы, как может не быть какого-то местоимения? Вот представьте, да, что у нас где-нибудь в Москве говорят «они», а, например, в Перми они не используют. Было бы очень странно. Латиноамериканцы используют вместо «vosotros» – «ustedes». «Ustedes» также переводится как «вы», и оно имеет такую же форму, да, такое же спряжение у глаголов будет, так же, как у «эйос». То есть, грубо говоря, как я всегда говорю, вам не нужно будет учить еще одно окончание, потому что «ustedes» и «эйос» – одинаковое окончание, у «vosotros» – свое окончание. То есть, конечно, латиноамериканцы, как всегда, упрощают себе жизнь, а испанцы чуть усложняют. Если вы приедете в Латинскую Америку и скажете «vosotros», вас сразу спросят, где в Испании вы учили язык, или, возможно, где в Испании вы живете сейчас, почему вы говорите «vosotros». Но это не помешает пониманию, латиноамериканцы знают, что такое «vosotros», они его понимают, просто не используют. Для них это исключительно «ustedes». И четвертое, да, мы подобрались с вами к самому интересному, к словам. Те слова, которые используют только в Испании, которые латиноамериканцы не поймут, и, в общем-то, те слова, которые очень много раз произносились в сериале, особенно в сериале «Элита». Давайте с вами разберем эти слова. Первое, первое выражение это «me mola» o «me flippa». «Me mola» o «me flippa». Или «flipar» – «molar». Два глагола, которые в разговорном испанском языке из Испании обозначают «нравиться». Ну, прям кайфовать от чего-то, да, такие два неформальных глагола. «Ay, me flippa mucho esta tica» o «este tico». «Мне очень нравится этот парень». «Me flippa mucho esta tico». «Ay, me mola». «Me mola esta canción» o «me mola la situación». То есть мне прям нравится такая прямая ситуация. «Ах, кайфую». Следующее слово – слово «maha». «Maha» – это симпатичный. Или «maho», да, если это мужской род. «Maho» – «maha». Это симпатичный, милый, прикольный. Всегда говорят «ay, kemaha». Ой, какая милашка, какая симпатичная. «Kemaha». Сюда же, для того, чтобы сказать кому-то комплимент, слово «guapo». «Guapo», «guapo». Красивый. «Guapo», «guapo». Также в Латинской Америке не так часто используется. Там используют «bonita», «hermosa», «linda». В Испании это «guapo», «guapo». Также, когда нам что-то нравится, аналог, наверное, английского «guau», мы можем сказать «guay». «Ai, que guay», «как круто», «que cool», «que guay». «Esta es muy guay». Это прямо супер, так прям «guay», «guau». Еще одна особенность – это то, как друг к другу испанцы иногда обращаются. Это среди мужчин распространено. Как у нас иногда говорят «ay, брат, подойди, пожалуйста, сюда». Вот аналог вот этого «brat» – это «tío». Дословно в испанском языке «tío» – это «дядя». Не подумайте, что вас признали за чего-то дядю, и вы попали в какой-то сериал, в какую-то мыльную оперу, что вы чей-то дядя оказались. Нет. «Oye, tío, ¿qué pasa?» «Oye, tío, ¿cómo estás?» «Oye» – послушай», или «ay», слушай. «Oye, tío, послушай», «чувак», да? «Bravo!» «Qué tal, tío?» Ну и, конечно же, «tío» вот это вот с разной интонацией в разной ситуации будет иметь разную окраску. Например, если все хорошо, и это дружеская беседа, можно сказать «Oye, tío, ¿cómo estás?» «Привет, чувак», «Привет, брат», «Как дела?» А если мы скажем «Oye, tío, ¿qué te pasa?» «Слушай, чувак, что вообще происходит?» «Qué te pasa?» «Что с тобой?» «Что происходит?» «И a ti que te pasa, tía?» Следующее слово – это слово «taval», «taval». «Taval» – это парень, да, у нас есть слово «tico», на нейтральном испанском, которое тоже все используют, а у испанцев чаще говорится «taval». «Madre mía, que lo único que ha hecho ese chaval ha sido venir aquí a decir tres verdades como templo». «A ver, chavales». Следующие слова вы также слышали в «elite», если смотрели, например, слово «oštia». «Oštia» – это такое ругательство, что-то вроде «блин». Ситуация, когда что-то произошло, «oi, que oštia», «что это за ерунда», «что за хрень», да, вот такого плана слова. «Oštia», «deja te de hacer oštias», «прекрати делать вот эту ерунду», «oštias». Есть еще слово «hilipojas», «hilipojas». Вот если кто-то сказал вам, что вы делаете «hilipojas», то, скорее всего, вы сейчас прям огребете от человека, потому что «hilipojas» – это что-то прям со всем, что вы вывели вашего собеседника, «hilipojas» – это прям глупости какие-то. И если уж совсем дошло дело до ручки, и на вас уже начинает ваш собеседник ругаться, или вы ему сказали, что он делает «hilipojas», и хотите ему сказать «да ну же», «ругнуться», есть испанское слово «hoder», «hoder». Это распространенное в Испании ругательство максимально, да, так ругаются испанцы, это «hoder». «Hoder». «Hoder», «хoder», 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 «хoder» «хoder» в разных ситуациях имеет разное значение. То есть, если ситуация прям совсем плохая, то «hoder» – это прямо аналог нашего ругательства на букву «b», жесткого. Если что-то не очень серьезное, не знаю, вы наливали чай и чуть пролили, можете сказать «hoder» – это будет аналог «блин». Некоторые при родителях используют эти слова, и это нормально, да, то есть достаточно многих я встречала. То есть, «hoder» в зависимости от ситуации имеет свой окрас, от простого «блин» до полного. Потом, какие еще ругательства есть в испанском языке, также я готовлю это видео, поэтому, если вы хотите перестать ругаться на русском языке и хотя бы сделать это через трамплин испанского языка, скоро будет видео про испанские ругательства, выучим, научу вас нехорошим вещам, но очень интересным. Если вам понравилось это видео, вы ждете продолжения об испанском из других стран, не забудьте поставить лайк, написать мне комментарий, я буду знать, что эти видео вас интересуют. Скоро увидимся, chicos. Пока-пока. Адьиос. Ча-чао.